Я хочу вас вновь поприветствовать в нашем чудесном городе Ноябрьском. Вы к нам уже приезжали в мае, я думаю, наши зрители помнят это хорошо. Тина к нам приезжала знакомиться с казахстанскими зрителями, слушателями, хотя вас и так тут прекрасно знают, но тем не менее вы решили лично нас посетить. Какова цель вашего нынешнего визита? Закрепить наши отношения, наши намерения, организовать лайв-выступления и презентовать альбом «Двойной рай» и песни «Двойной рай», которые уже появились в стриминге и на ютубе можно посмотреть. У меня такой плодотворный год вышел в этом году. И это третья пластинка, хоть она состоит из четырех треков сейчас. Как вы знаете, стримы обязуют нас сокращать дистанцию между треками и когда ты вываливаешь в интернет 10, и они все горят, жалко. Поэтому мы решили понемногу выкладывать, но чаще. Это как в питании диетическом. Чаще, но меньше. И для ноябрьского такого настроения, для погрустить, для мелхолии, этот альбом в самый раз, и эта песня. Вы решили уловить настроение зрителей и погодные настроения. Но мне вообще интересно, с чем такая активность связана. То есть у вас выходит в апреле один альбом, потом вы выпускаете в июле уже лайв такой, с кибершоу причем. Это довольно серьезная подготовка, я так понимаю. Потом в августе у вас выходит еще один альбом. Я так поняла, он был приурочен к 30-летию. На украинском языке, да? Полностью на украинском. Называется «Молодая кровь», и мы поддержали молодых исполнителей. Я спела с каждым из них дуэт. И мы как бы объединились, и мне было все равно, есть имя или аудитория у этого артиста. Главное, что у него есть, на мое усмотрение, талант быть звездой. И вот теперь, не проходит и буквально двух месяцев, вы выпускаете EP такой, да? Да, EP – это мини-альбом. Треков, да, из четырех треков. И он очень, на мой взгляд, существенно отличается от предыдущего альбома «Красиво». Если тот был таким энергичным, очень напористым. Феминистичным, да. Феминистичным, да, наверное. И может быть даже таким дерзким. И здесь вдруг я слышу совсем другие ноты. В песнях он очень камерно нежный, очень женственный. Да, другие оттенки абсолютно, другое на сцене. Связано ли это только с осенью? Или что-то в вас само изменилось? Почему вдруг от дерзости вы решили перейти к такой теплоте и такой нежности? Это связано с реальными ощущениями и переживаниями. И как бы я искренне и честный автор, не думающий о коммерции. Она должна быть, мы должны. Мы все хотим быть успешными, хорошо продаваться. Но в данном случае я не спешила за коммерцией. Поделилась своим мироощущением. И по сути музыка не особо коммерческая. Но она очень нравится. И очень успешный альбом оказался. И вот если говорить непосредственно о песне «Двойной рай», она четко сделана в отсылках двухтысячных. Когда было популярно, вот эти медляки на дискотеках все вот так вот танцевали. До сейчас я уже не знаю, как там все происходит. Я думаю, все быстро. Но я там явственно, знаете, в одном из треков услышала «Шаде». Да, почему нет? Это тоже такая отсылка, легенда. Это, ну как, так скажем, это то, что осело в нас всех. Таких артистов сейчас очень много, которые подобную музыку пишут. Это такой ритм-блюз. Вот испанская гитара в «Двойной рай». Она дает настроение, может помнить Тони Брэкстон, И я не стесняюсь того, что эти песни около, похожи своим настроением, но ни в коем случае ни музыка, ни нота, ни партия, ни вокальная и музыкальная. У вас там играет девушка на гитаре? Да. Это вообще-то удивительно. Это только для клипа. Красота. Партию играла не она, но она для клипа. Но красота. А я прямо решила, что это ваша музыка. Все замечательно. Это касается, значит, того, что все было по правде. Я хочу, чтобы вы рассказали о ваших музыкантах, потому что очень интересно, с какой командой вы все это делали. Я в соавторстве пишу с Аркадием Александровым, все с тем же, с кем написал альбом «Красиво». Мы с ним плодотворно работаем в студии. Так прям не все еще вышло, чтобы понимать. По этому году это и заметно. Да, еще не все вышло. И привлекаю различных музыкантов. Например, в «Двойном рай» играл мой музыкальный директор на гитаре Антон Попов. И он со мной уже с 2009 года, чтобы вы понимали. Это очень давно. Кто смотрит интервью, только родился в этот год. А я уже все чаще вижу таких людей, если честно. И, конечно, не скрою свою зависть. Вот. Ну и слова, музыку мы писали вместе с Аркашей. Мне даже не сложно сказать, кто что предложил. И чья была фраза «Двойной рай». Это такая синергия, вы знаете. А что вы заложили в название? Почему «Двойной рай»? Это глаза. Такая метафора интересная. Ну вот про то, кто писал тексты, вы уже рассказали. Но про звучание. Вы уже сказали, что там есть элементы ритма и блюза. Да. Потом испанская гитара там была абсолютно калатиноамериканская, услышала. Да. Еще что? Какие мотивы? Ну все остальное – это аранжировка Аркадия. И потом сведения. Сергей Купцов мы делали с ним. Также альбом «Красиво». Я была искренне удивлена, насколько профессионально делается сведение. Мастеринг – это в Москве происходит. Но до этого я всегда свои песни мастерила и сводила в Лондоне. В Лос-Анджелесе, в Германии, где только в Швеции. Но на сегодняшний день это непросто. Но я скажу, это лучше, в общем. Звучание, да? Да. Я не скажу, чтобы те были плохими. Просто меня поразило, что нас научились делать. Да, на нашем таком постсоветском пространстве. Здорово. Хорошо. Вы еще где-то презентовали ваш новый альбом? Ну, iTunes. YouTube, Instagram. Ну, все так. То есть в интернете? В соцсети, да, в интернете. Я имею в виду, что ни в какой стране больше вы не приезжали с визитом. Мы поедем в Беларусь, мы поедем в Грузию сразу после Казахстана. Ах, вот как. То есть мы первые? Мы всегда первые. Уй. Как принимают ваш альбом сейчас? Вот вы его уже выложили, да? На YouTube вышел клип. Ну, нравится. На песню «Двойной войны». Нравится. Но качественно отличается от того, что сейчас выходит. И если все там как бы окунулись прямо в этот кальянный трэп, рэп, это такая чуть-чуть другая грань меланхолии. И всем нравится очень. Вы читаете комментарии под видео? Отвечаете на них? Или у вас на это нет времени? YouTube? Еще рано, я чуть позже зайду. Просто, знаете, недавно прочитала такой комментарий интересный, но это, правда, было под кибершоу. Под вашим. Адлас, да? Кто-то написал, да, на фестивальный. Обычно мы видим Тиночку в лирической трагедии, а сейчас ощущаю, что у нее что-то меняется. Что вы на это скажете? Ну, смотрите, давайте так. Жизненная моя история, кто хочет понять, Википедия вам в помощь. Оставила отпечаток неизгладимый навсегда, на всю жизнь. И как же я могла тогда вдруг выплясывать? Или, блин, это все перечило мне. Да, я искренне музыканты пела о том, что было в моем сердце. На сегодняшний день боль уходит. Да, но все со мной всегда, но как я и пою, жизнь продолжается. И надо, ну как сказать, мне захотелось дать другой энергии. И как бы начать новый виток себя, и для поклонников в том числе. И если я не начну форсировать в этом, а это не случится. То есть это реально моделирование совершенно нового человека, новой истории. Вот даже по прическе можно как бы судить, что я не боюсь ребрендинга. Не боюсь, ведь мы в клипе использовали этот образ белых волос, челки. Я отстригла челку. А вообще-то я русская, ну как медовая, можно так даже сказать, пшеничные волосы всегда были. И вот захотелось опасности, захотелось другого совершенно. И я как бы удатила на риски. Такое сочетание черного и белого, да, у вас очень много в клипе. Да, 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 да. Ну мы использовали такой прообраз, если вы помните в фильме, ее звали Никита. Такая девушка спецагенции, смотрели, всем нравилось, такая таинственность, все такое. И это наша героиня, да. Мы, как это, процитировали этот фильм, мы не стесняемся это сказать вообще. Мне понравилось, что там такой неприукрашенный антураж был совершенно. Спасибо. А многие говорят, что нельзя было постом вытереть потолок. Нет, нельзя, в этом же суть. Все должно быть натурально, правильно. Да, если так вот откровенно, там на мне и поста особо нету. Но постпродакшен это чистка лица, какие-то там снять синячки, еще что-то там. Но этого нет. Маски называть, маски на лицо. Вы сами довольны тем, что получилось? Это то, что вы хотели передать, то, что вы хотели транслировать? Да. Минимализм, строгость, опасность, решительность и троеточие. Графика, графичность, вот именно в гимнастке, мне даже, ну, были комментарии среди наших, даже, кто уже с нами снимал плит. Слушай, мне кажется, эти вот эти танцующие женщины лишние. А я говорю, ну, почему лишние? Они дают графику, они дают многогранность, они дают, как вот этот, знаете, как взрыв консилиума внутри тебя, каждой женщине. Ну, только женщины поймут, мне кажется. И вот они так грациозно, значит, решительно приводят меня к мести за ревность. Ну, вот так. Ну, кстати, извините, это Олимпийский резерв Украины был. Спасибо большое. Это были гимнастки? Да, настоящие гимнастки. Я думала, это были рины. Нет, это гимнастки. Нет, клип действительно замечательный, я очень рекомендую всем нашим зрителям посмотреть. Спасибо. Вообще, последние работы Тины, кибершоу, вообще совершенно роскошное, да? Спасибо. То есть, это, знаете, европейский совершенно уровень. Я понимаю, что, может быть, у наших артистов всё равно не те ресурсы, какие могли бы быть, там, ну, как у Мадонны или у Шакиры. Не те продажи. Но уровень профессионализма абсолютно очень высокий. Ну, там всё живьём, чтобы вы понимали, как бы, это отдельно я хочу сказать, что для того, чтобы, сколько там он длится, час, да, хотя мы могли больше, но это сколько нам разрешил фестиваль. Я пою, прыгая на скакалке, для того, чтобы дыхание было не сбитым, не спёртым. Многие говорят, ну, тут, кажется, фонограмма, там очевидно, что это всё живьём. Сколько занимает подготовка к такому шоу? Это же очень тяжёлая работа. Я получила приглашение 3-го апреля, где-то 4-го. И вот с того момента началось мозговое созидание в мозгу, потом началось всем по задачам, по референсам, по направлениям, ищите, думаем. Потом начался аранжировочный момент, процесс, потом начался постановочный процесс, потом начался, ну, вот апрель, май, июнь. Мы в июле, начале июля выступили, то есть 3 месяца. 3 месяца, да. Ну, это нон-стоп, а потом были вот прогоны, по 3 прогона. Ну, люди так. Сколько часов в день вы танцуете? Я не танцую. Я вот готовлюсь только к выступлениям. У меня нет такого, что я репетирую свои танцы. Или вообще, в принципе, в практике существует физподготовка танцев. Вот так. То есть, когда у меня есть шоу новое, мы что-то ставим, я танцую. Не так и не танцую. Я не считаю, что я умею. Не-не, это все чисто. Нет, ну... Влево отступи, я не исправлюсь. Каждый день нужно по несколько часов двигаться, чтобы быть синхронными. Да, да. Самое сложное запомнить, что звучит. Давайте к главному перейдем. Ой, что было второстепенно. Ну, когда вы уже к нам приедете с концертом? Потому что этого ждут все. Я с удовольствием. Представляете, такое кибершовы приезжают сюда. Я жду сама. Какую хотите вы площадку? Большую ли? Или какую-то более камерную? Я пока изучаю рынок площадок и возможностей. И я ко всему готова. Ну, хорошо. Тогда давайте мы будем ждать вас в гости. Ой, еще раз. С удовольствием. С огромным удовольствием. Накрывайте сто. Вот, Тине очень понравился Казахстан. Понравилось очень гостеприимство казахстанское. Мы счастливы. Да, базар. Мы-то сами уже привыкли к этому гостеприимству. Да, спасибо. Вот Тина говорит, что была на базаре. Все там вкусное. В этот раз мы открыли для себя. Верблюжье молоко. Не так, высушенное верблюжье молоко. Из этого получается сладости. Я не помню название. Поправьте в комментариях, напишите. Без сахара который. Ну, как это возможно? Это просто ириска. Но я очень рада, что вам понравилось. Что вас опять чем-то мы смогли удивить. Да. И теперь мы будем ждать, когда вы нас удивите. Когда вы к нам приедете. И произойдет что-то фееричное. Синергия, да, наша. А я уверена, что это будет феерично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова